друзья здравствуйте для приготовления картофельных котлет я взяла несколько картофелин у меня здесь около 700 грамм и нарежу их небольшими кусочками чтобы они быстрее сварились нарезанный картофель я промыла залила чистой водой и сейчас поставлю на плиту вариться до готовности картошка сварилась в процессе варки я ее подсаливала долго картошку варить не надо как только она стала рассыпаться под вилочкой сразу выключайте и сливайте полностью воду теперь ее надо размять очень тщательно чтобы не осталось кусочков картошки размятую картошку надо немного охладить до комнатной температуры я ее прикрою крышкой чтобы она не обветривалась и тем временем займусь луком вот такую среднюю луковицу около 100 грамм весом я нарежу меленько обжарю нарезанный лук на небольшом количестве растительного масла до зарумянивания поджаренный лук я загружаю в картофель который у меня уже слегка подостыл и перемешаю картофельную массу надо полностью охладить до комнатной температуры я накрою ее крышкой чтобы ничего не заветрилось а в это время можно заняться грибным соусом нам понадобится пол литра грибного бульона у меня бульон остался после приготовления грибной икры 1 столовая ложка муки и 2 средние луковицы также в соус пойдет соль перец лавровый лист и немножко зелени укропа у меня будет мороженый кстати если у вас нет грибного бульона можете взять томатную пасту разведенную холодной водой и в остальном готовить соус точно также получится томатно-луковый соус который очень хорошо подходит к картофельным котлетам репчатый лук надо нарезать полукольцами и спассеровать его на растительном масле до мягкости пассеровать лук надо на среднем огне не допуская зарумянивания надо чтобы он стал мягким и чуть-чуть полупрозрачным готовый лук я выкладываю в посуду для приготовления соуса он мягкий напитанный маслом но не зажаристый добавляю к луку соль пол чайной ложечки черного перца замороженный укроп конечно же можно положить и свежий лавровый листик и наливаем примерно стакан грибного бульона поставлю соус на огонь и буду варить после закипания 3 минуты в муку налью небольшое количество бульона и размешаю до однородного состояния чтобы не было комочков лук в грибном бульоне у меня проварился и я вливаю помешивая муку теперь надо варить до загустения на маленьком огне буквально две-три минуты соус готов остывшую картофельную массу я беру небольшими порциями и формирую из нее круглые котлетки обваливаю в сухарях из моего количества картофеля у меня получилось 9 котлет их можно поджарить сразу а можно убрать в холодильник накрыв пакетом хранятся они очень хорошо не расползаются потому что не содержит яиц обжариваем котлеты до румяной корочки и подаем соусом приятного аппетита